МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Костак сообщает, самолет разбился при удобрении рисового поля в Казалардинской области. Жертв нет. 15 июля в 8.00 в населенном пункте Ембекши Шиилийского района при распылении гербицидов на рисовое поле упал и загорелся самолет марки АН-2, принадлежащий компании Астана Фуэнспур. В результате происшествия 44-летний командир экипажа и 28-летний пилот не пострадали. Более 400 тонн компонента ракетного топлива «Меландж» выведено из Республики Казахстан в Российскую Федерацию для последующей утилизации. 29 июня на станции Сараузек в Алматинской области были завершены работы по погрузке 410 тонн запасов компонента топлива «Меландж» в российские цистерны для последующей отправки в Россию и утилизации на промышленных предприятиях. По данным Минобороны, 8 цистерн с последними остатками компонента ракетного топлива «Меландж» одним составом вывезли из Казахстана в Россию. Казахстан сообщает, премьер-министр Республики Казахстан Сирик Ахметов во вторник посетит АО «Арселор Миттл Тимиртау» и ознакомится с ходом восстановительных работ на коксо-химпроизводстве. Планируется осмотр места, где 26 июня упала труба и еще ряда производств комбината. Кроме того, планируется, что глава правительства проведет совещание с руководством АО «Арселор Миттл Тимиртау» и примет участие в заседании актива «Тимиртау». Между тем, 13 июля на коксо-химпроизводстве при восстановительных работах упала еще одна труба диаметром примерно полтора метра. В это время на участке работали люди. По словам рабочих, чудом никто не пострадал. Интерфак сообщает, во всех регионах Казахстана завершилось выдвижение кандидатов в Акимы городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Венера Жексимбекова. Всего по республике было выдвинуто 7162 кандидата. В среднем около трех претендентов на одну должность Акима. По ее словам, наибольшая средняя конкурентоспособность была в Западно-Казахстанской области – 13 кандидатов на одну должность. Наименьшее в Кустанайской области – два кандидата. Жексимбекова также рассказала, что в числе выдвинутых кандидатов большинство мужчин – 75,5%. Средний возраст кандидатов составил 44 года. На данный момент зарегистрированы уже 329 кандидатов. Процедура регистрации завершится во всех областях республики за 15 дней до дня голосования. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. Октюбинские полицейские пресекли очередной факт кражи сырой нефти. Предполагаемые преступники были задержаны сегодня рано утром на пятом километре дороги Покровка-Жан-Ажоу. 22- и 27-летние жители Эмбы пытались провести черное золото на автомашине «Урал» без регистрационного номера и технического паспорта. По словам мужчин, нефть они приобрели за 90 тысяч тенге у камазиста, которого встретили по дороге в село Сар-Коль. Однако ни лица, ни его имени не запомнили. По данному факту назначены все необходимые экспертизы. Задержанная автомашина с сырой нефтью арестована и водворена на территории Кинькиакского отдела полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя автомашины марки «МАЗ», который незаконно реализовал задержанному сырую нефть в количестве 22 тонн. В Актюбе двое малышей выпали из окон многоэтажек. Трехлетнего мальчика врачам удалось спасти. К несчастью, ребенок получил множественные травмы. Черепно-мозговую, ушиб внутренних органов, травматический шок. В настоящее время маленький Актюбинец находится в реанимационном отделении детской клинической больницы. Другой несчастный случай имел место в городе Хромтал. Днем раньше в дежурную часть департамента внутренних дел поступило сообщение, что в центральной районной больнице города Хромтал с диагнозом закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, перелом позвоночника, травматический шок четвертой степени. Госпитализирована четырехлетняя девочка, которая игралась на подоконнике, где было открыто окно путем отрыва москитной сетки, упала с окна пятого этажа дома, где проживает ее бабушка. И сегодня в областном суде состоялось пленарное заседание судей, на котором были представлены специалисты, пополнившие судейский корпус Актюбин. Согласно указу президента, на должность судей областного суда назначен Малик Шаркенбеков, прибывший из Караганды. Судьей специализированного межрайонного уголовного суда Актюбинской области назначен Ахмедкали Молдагалиев из Южной столицы. Также двое служителей Фемиды направлены на работу в суд города Актюбье. Азамат Кабылдинов переведен на эту должность из Алгинского района. И Нургуль Курмантаева, ранее занимавшая должность городского судей в Павлодарской области. Ну а по комментарии в эти дни проводят встречи с населением. Для этого мажористмены еще неделю назад выехали в регионы и теперь выслушивают чаяния народа. С аналогичной миссией в Актюбье прибыла и депутат парламента Казахстана Куралай Каракен. В здании Нур-Утан к ней сегодня выстроилась очередь. Чем делились актюбинцы с народной избранницей в следующем репортаже выпуска. Июльские встречи с населением у парламентариев традиционны. Хотя колесят они по Казахстану круглый год. Правда, особенное внимание уделяется именно летним встречам, поскольку необходимо побывать не только в областном центре, но и на селе. Недельное общение у мажористмены Куралай Каракен с жителями аула уже позади. Сегодня она решила выслушать горожан. Чтобы рассказать ей о своих проблемах, люди записывались в очередь за месяц вперед. У меня внук, 3,5 года, вот он болел в течение двух месяцев, ставили аллергии и прочее. Потом ему стало плохо, лопали сосуды, кровь. Сложно часто обратились, короче, установили в больнице острый ликоз, неевликоз. Диагноз такой. Нам сказали, что эту болезнь лечат только в Израиле. Сегодня на прием к народной избраннице пришли 9 человек. Проблемы у всех разные. Некоторые даже не стали раскрываться Нур-Атану. Так и написали в заявке, что расскажут о цели встречи только самой Каракен. Один вопрос по трудоустройству и по пособию и пенсии. Три доминирующие вопросы. И один вопрос в Мажамблах. Там проведение газ, коммуникация. И второй вопрос у них, они хотят уже давно, вопрос поднимается, чтобы их с территории Аллергийского района, с подчинением, чтобы их передали, этот поселок, в город. Депутат Мажелиса парламента признается, что раньше вопросы больше касались выдачи земель и жилья. Однако их количество в последнее время уменьшается. По-прежнему актуальными остаются проблемы, связанные с нехваткой мест в детских садах. Однако больше всего люди жалуются на несправедливые вердикты суда. С разными вопросами люди приходят. Это и по несогласиям с решением судов, волокита, каким-то еще другим вопросом, детские сады, дети больные, инвалиды. Прием парламентария продлится еще несколько дней, так что есть смысл этим воспользоваться. Помимо Каракен в регион прибыли и другие ее коллеги по цеху. Среди них также Глеб Щегельский, который начнет свое общение с народом, с жителей глубинки. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Вот уже несколько месяцев на улице Гоголя в районе Гурмолзавода ведутся работы по реконструкции самотечного коллектора. Всего здесь планируется заменить порядка километра канализационных сетей. На эти цели из областной и республиканской казны выделено 120 миллионов тинген. На какой стадии ремонтной работы выясняла Лыла Дельшинова. В марте этого года рабочие ТО «Акту-Беспецстрой» приступили к реконструкции самотечного коллектора, который тянется по улице Гоголя. В частном секторе подземные коммуникации не меняли середины прошлого века, говорят старожилы. Сейчас здесь раскопали огромную яму, до коллектора добрались, вот только восстановительным работам мешают частные водопроводные сети, к тому же сильно изношенные. Рабочим пришлось устранять уже четыре порыва. О ситуации на данном участке по телефону рассказывает директор ТО «Акту-Беспецстрой» Дмитрий Сербин. В связи с тем, что жители построили там частные водопроводы, сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, что приходится эти водопроводы временно отключать, временно вырывать. Но по прошествии, после того, как мы закончим эту работу, мы будем восстанавливать местным жителям все. В настоящее время работы ведутся на самом трудном участке, на пересечении Гоголя-Суворова. Дальше процесс пойдет быстрее, уверяют представители строительной компании. Здесь прокладывают трубы из стеклопластика диаметром 800 миллиметров. Лейла Дельшинова, Марата Кожанов, программа «Факт». И в минувшие выходные в «Акту-Беспецстрой» прошел закрытый чемпионат профильного общества по рыбной ловле. Таким образом, актюбинские рыболовы отметили День рыбака. Местом проведения было выбрано актюбинское водохранилище. Победителем соревнования стал участник, который за три часа поймал рыбы больше, чем на 6 килограммов. Другой рыбак отличился тем, что сумел выловить крупного леща, вес которого составил почти 800 граммов. Алиса Маринец продолжит тему. Валентина Дмитриевна, можно сказать, рыбак со стажем. Увлекается этим занятием с детства. Поэтому неудивительно, что с удочкой управляется с легкостью. По специальности женщина-педагог. Много лет проработала учителем в средней школе номер 20. Сейчас уже на пенсии. Так что для любимого хобби теперь больше времени. Только на этот раз любительнице рыбной ловли не повезло. Ничего поймать так и не удалось. Но Валентина Дмитриевна не отчаивается. Для нее это прежде всего приятный отдых. Раньше я занималась видом спорта, волейбол. А теперь осталось только заниматься рыбалкой. Это тоже в виде отдыха. Занимаюсь рыбалкой с детства. На рыбалке отдыхаешь. Детям тоже интересно. Внуки увлекаются. А вот другому участнику, Олегу Трегубу, повезло куда больше. С рыбалки он унес солидный трофей. Общий улов рыбака составил более 6 килограммов. Это больше, чем наловили все другие участники чемпионата. Таким образом Олег стал главным призером соревнования. Ловля такая увлекательная довольно-таки. То есть интересная. То есть в этой ловле стоит как написать. Надо постоянно что-то экспериментировать. То есть выбирать с оснастками, экспериментировать. То есть все не так просто, интересно. А вот самую большую рыбу поймал Азамат Яркибаев. Пойманный им лещ потянул аж на 790 граммов. Таким образом мужчина также стал призером чемпионата. В общей сложности за 3 часа 20 участников поймали более 10 килограммов рыбы. Отличившиеся рыбаки получили кубки, грамоты и ценные призы. В основном это принадлежности для рыбной ловли. Как говорят организаторы мероприятия, а это областное общество охотников и рыболовов, интерес к данному хобби у актюбинцев сейчас повышенный. Благо запасы рыбы не иссякают, а наоборот увеличиваются с каждым годом. Так, с водоемов области, которые закреплены за обществом, ежегодно отлавливается любительским и промысловым способом более 65 тонн рыбы. Это на 20 тонн больше, чем еще 3 года назад. Алиса Маринец, Александр Людиновский, программа «Факт». Это были все новости к данному часу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин